В английском языке есть такое понятие, как русизмы. Это слова, которые становятся нашими ложными друзьями. Они похожи на известные нам слова, но имеют совершенно иное значение, чем вводят нас в заблуждение. А иногда и полностью меняют смысл сказанного. Таких слов довольно много, и их, как любого врага, лучше знать лицо. Сегодня мы рассмотрим несколько примеров. Марина Юрьева, ведущий преподаватель Hotspot School of English. Слово accurate похоже на аккуратный, но на самом деле переводится как точный. Так во фразе we need more accurate data речь идет, конечно же, о точных данных. Как ни странно, но слово cabinet обозначает шкафчик, а не кабинет. В данном случае пример будет такой. He found a packet of chips in his cabinet. Он нашел пакетик чипсов в своем кухонном шкафчике. Еще немного путаницы. Complexion – это цвет лица, а не комплекция. Поэтому, когда нам говорят, что Her complexion paled slightly – имеет в виду, что она слегка побледнела. Dutch, как вы уже догадались, не датский. Dutch – это голландский. Поэтому, если вы большой поклонник голландских сыров, правильно говорить I'm a big fan of Dutch cheeses. Очень простое слово list часто переводят как лист, хотя на самом деле это список. Вот, например, I can't find my name on the list. Переводится как «Я не могу найти в списке свое имя». Еще один враг переводчика – слово pretend, которое означает притворяться, а не претендовать. Закрепляем. Why did you pretend to be a professor? Зачем ты притворился профессором? Ну и на закуску слово repetition. Конечно же, это не репетиция, а повторение. Поэтому фразу при постоянном повторении учить слова легче правильно перевести так. Продолжение следует...